Взгляд фотографа, он просто другой, и всё. Способность видеть, её надо постоянно просто обновлять и совершенствовать. Фотографией я занялся 16 лет, никто меня не подталкивал к этому, это было всё предопределено, потому что занимались и папа, и дедушка. Вот это у нас, всё это было дома в порядке вещей. Фотоаппараты, фотоувеличители, плёнки. Самой любимой нету, потому что съёмок очень много. Любимые фотографии свои выставлял на двух выставках. Собрал то, что нравилось людям в фейсбуке, и всё. Так и получилось, ну, да, так, где-то около 40 работ. Многолазненько, до первого раза было. Вторая выставка была уже более такая осознанная. Там мы уже вместе с супругой отбирали, смотрели. Не только то, что там другим нравится, но и то, что нравится нам. Там была и портретная фотография, и городской пейзаж, немножко жанровых фотографий, ну, такой. Вообще люблю город снимать. Сказка, та же наша, да, всеми любимая. И вообще вот соборную люблю снимать. Просто выходить вот так на лавочке посидеть и поснимать прохожих, скажем так. Какие-то картинки. Бывает там в процессе репортажной работы своей. Очень хорошие и спонтанные кадры получаются. В нашем городе действительно не хватает любви. Если вы заметили, у нас все время какая-то вот такая всеобщая пятница. Нехорошее что-то происходит. А нехорошее, скорее всего, оно не скорее, оно так и есть. Нехорошее из умов идет, из мозгов, из мыслей людей. Снимает не фотоаппарат, снимает фотограф. Развивать свои таланты, учиться видеть, именно учиться видеть. Ну, упорства, наверное, побольше. Потому что без желания заниматься этим делом, любимым, да, скажем так, вряд ли у кого-то что-то получается. Что можно пожелать людям? Любить свой город. Любить, любить, любить и заботиться о нем. Юрий Ранку Чудових Людей Тож, друзья, герой «Ранку Чудових Людей» с сьогоднішнего випуску Олександр Сайковский завітав до нашої студии. Вітаємо ранкового гостя. Виталий вас в нашей студии. Из нашего сюжета мы узнали, что фотография это у вас дило семейное. Вас до этого привел батько. Хотелось бы узнать, что все начало. У нас есть много фотографий. И даже у нас есть фото маленького Александра. И вот с чего все начало. Так, так, так. Это так. Розкажите нам, пожалуйста, про это фото, с чем, какими спогадами воно у вас повязано? Я, на самом деле, не знаю, потому что я был очень маленький. Очень-очень маленький. У меня есть, наверное, три года. Поэтому, так, сведомой памяти нет. Но это фотоаппаратик, у меня там в руках, если вы видите. Вже о три года вы тримали в руках фотоаппарат? Такий, напевиграшковый, но он был сплевкой. Это мне папа сказал, это я знаю. Також у нас є ваше перше фото, яке ви зробили. Та я думаю, что его не варто показывать. Как это не варто? Воно дуже неякісно. Це я колись сам, давайте, отаку покажу. Олександр Сайковский ранний. Да, это сам, сам, одне из перших, взагалі, одне из перших фото. То есть, как батька, тою изменение, что стоит, это я и снимал. Чему взяли вперше фотоаппарат, розуміємо, что привчив до цього батька, але, напевно, была какая-то своя особистая причина, чому захотели заниматься этим по жизни. Та не было, нет, на самом деле не было. Ну, знаете, как у семьи художников, дитина пензлик бере. И малюет. И малышко, да. Как у родины музыканты, все самое. Ну, так оно у нас все в доме было, то и так и вышло. С фотографией у вас повязан и тривалий промежок вашего часа. Это уже справа вашего життя. Как изменился Миколаев на ваших очах через объектив? Ну, на моих очах довольно повильно изменился. Взагалі у нас така, наверное, тенденція, мы дещо трошки замерли. Это было и в те годы, когда я пришел в прессу працювать. И это изменится потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, у нас люди хотят так, чтобы за одну ночь все изменилось, но это же не возможно. Например, развалять легче, чем сделать по-новому. Поэтому мы дещо так вот трохи висимо. У нас есть фотографии исторического Миколая, потому что мы видим, как могло изменяться наше місто. Но вот дивимся на эту фотографию, хотели бы узнать, какие это роки. И изменения особо не видно. Так, это 1976 год, это свадьба моих батьков, до речи, посилля. И вот я смотрю, это здание, в котором, до речи, я працюю сейчас, оно не сильно изменилось. Даже ялинки, если смотреться, эти великые ялинки, которые біля МИСКОЙ РАДИ, они еще очень маленькие-маленькие. Можно сказать, что 1976 года ничего не изменилось. Не стало, только памятник Вождю Мирового пролетариата. Наступное фото, трудовый десант. Трудовый десант, да. Это, когда батько працювало в заводе 61-го коммунара, это они сажали ялинки, я так зрозумію. Сейчас эти ялинки уже очень большие тоже. Но это именно посадка этих ялинок. Я не знаю, какой рік, правда не знаю. Мы бачим на этих светлях про то, как повильно действительно изменился Миколаев. Но, мабуть, у цьому и магия фотографий в том, что за стих час мы можем повернуться в ту эпоху. У чому для вас магия вашей работы? Я хочу сказать, что тут дещо есть такое, чего уже нет и не существует. Например, вот вы держите снимок. Извините, что он очень маленький, но маленький-маленький. Это Варваревский стадьон, который сейчас приводят в Божевский вид, скажем так. Его там полностью переделывают. Вот такая была когда-то, вот видите, маленькая споруда у каком-то атаманском стиле. Их сейчас нет. Это, до речи, проводили турниры по мотоболу. У нас давно такое не проводится. Но так было. Можно сказать, что за допомогою ваших светлин мы можем згадать про те реалии, про те явища, которые сейчас уже остаются действительно следом в истории. Так, 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 так. Снимал, наверное, такие ключевые моменты. Там много кто снимал, конечно. Но это уже тоже история и падение того же памятника Ленина. И приезда президенту, премьерю каких-то ключевых фигур. На ваших очах змінювалася эпоха, ось який найбільш яскравий, ключовий для вас момент був у вашей работе? Вы знаете, я никогда над всем не замислился. На самом деле, оно так все идет, как в нашей работе, все идет таким чередом, очень быстрым. Поэтому не успеваешь просто задумываться. Окрім документальных снимок, хронологии нашего города, вы занимаетесь також художнею фотографией. Усі ваші святлини солнечные, яскравые. Что вам подобается больше и больше до души? Просто працювать с людьми, или делать фотографию для работы документально? Для работы – это для работы. А с людьми всегда интересно працювать. Людина, она такая, такая ризноманітная. И до каждого требуется какой-то новый подход. Это интересно, это просто интересно. А еще изменятся личности нашего города на протяжении лет? Чи изменяются люди, их характери? Троху изменяются, так. Я бы не сказал, что в какую-то позитивную сторону. Вы знаете, на самом деле, витягти из человека посмешку зараз набагато сложнее, чем в 5-7 лет назад. Дивлячись на ваши фотографии, сейчас не верюся, потому что у вас люди всегда посмехаются. Такое впечатление, что действительно все вокруг вас стоят, посмехаются счастливы, на позитиве, а выясняется, что витягнуть посмешку важко. Важко, это действительно важно. А ось поделись секретом, как смусить человека посмехаться? Не знаю, ну, рассказать какой-то короткий доречный анекдот, допустим. Або просто людині посмехнутися, вона так відзеркалить тобі цю посмеху. Поделись улыбкою своей. Да, поделись улыбкою своей, наверное, так. Також хотелось бы дізнатися щодо вашей работы, щодо позитивного настрою саме у вас. Потому что сколько с вами працювали, завжди вы також на позитивном настроении. Щоранку, сказали, дивитесь нашу программу. Поделитесь вашим секретом бадьористы самого ранку. Ну, будь, как у всех журналистов, чашка кави и плохая звучка сигарет. А окрім чашечки кави, можливо, якась є медитація, що ось я сьогодні прикинувся і буду з гарним настроєм? Окрім кави, мабуть, малий наш. Саме таке позитивне, що я в житті. Маленьке сонечко. Хотілося б від вас почути привітання для наших телеглядачів, привітання із найміста, усіх миколаївців. І знову ж таки, ваше побажання до бадьорого проведення ранку. Що хотілося б побажати землякам? Такий любити свій Миколаїв, любити таким, який він є. І переконуватись у цій любові постійно. Так, у нас не все змінюється швидко, але чим ми будемо позитивніші, краще відноситись реально до міста і до оточуючих, тим швидше, мабуть, все буде змінюватися, я так думаю. І хотілося б на останок, звісно, вашу фірмову посмішку, для того, щоб дійсно посміхнулися абсолютно усі наші миколаївці, для того, щоб їх ранок також був на позитиві. І ще не дарма ви сьогодні прийшли з технікою, хотілося б про неї поговорити на останок щодо ваших перших, можна сказати, професійних друзів. Це мої перші фотоапарати. На жаль, та сміна, фотоапарат-сміна, який у мене був у початку, це не він, це його копія. Це дякую моєму хорошому другу Іти Аджанському, який мені подарував в музеї, у мене маленький музей фототехніки. А от второй фотоапарат, це перейшов інструмент від папи по наслідству, який він знімав когда-то, а потім я почав знімати. А ось техніка, з якої ви розпочинали, і та, з якою ви працюєте зараз. Звісно, що технології це добре. З чим було комфортніше, тоді чи зараз? А нема, нема, нема різниці зовсім ніякої. Зовсім нема різниці? Нема, ну так, все так, плинуло-плинуло. Тобто, головне, щоб дійсно людина була професіоналом своєї справи. Може так. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, поділилися своєю посмішкою, поділилися своєю історією успіху. Бажаємо вам творчої наснаги для того, щоб люди, з якими ви працюєте, завжди посміхалися вам, для того, щоб ви вже їм у відповідь також дарували свою посмішку.